Друзья на связи с Дельтв едем в общем мы на частину работать и по каналу есть там плавый баклан вообще невозможно много и он отрыгивает мелкие воблы и вон плавает вобла ее просто очень много вон кишит вон сколько воблы мелкой баклан в общем он гоняет он ее обрыгивает вот сколько воблы мелкой вот сколько воблы ну короче их вообще полный канал есть воблы вот лаклана просто уйма здесь куча вон они все прилетают и прилетают вон нам вещи есть маленький вот такой контент видимо воблы прямо в канале она стоит и он ее гоняет вот вобла опять ну короче вот так вот бесконечно все это идет а баклана вон поближе поближе вот друзья вот да во время охоты их можно стрелять то есть не запрещено их стрелять да вот и короче всем охотникам передаю стреляйте баклана побольше вот чтобы они не приносили вред окружающему миру хотя не знаю может это повлечет за собой какую-то по не знаю какие-то действия вон пишите ниже комментариях можно ли отстреливать к бакланов больших количествах и как вы думаете стоит ли это или нет осенью займемся этим сейчас нельзя их убивать как обычно решили заснять подводную съемку вот у нас тут лещ хороших экземпляров сомик попался лещ подлещик красноперка вода прозрачная все видно хорошо здесь на видео уже сазан стоит тоже лещ подлещик в основном вот бьется вид сверху вот так вот красиво на солнышке переливается рыба бьется сомик стоит небольшой а это у нас уже сом алик будет сейчас поднимать бочку не полный но хорошие экземпляры весят прилично вот видите как бьются сейчас алик поднимает будет поднимать бочку вот вид сверху звук отключили потому что под водой была съемка и ничего и ничего не было слышно вот видите как тяжело алик перекидывает там у нас есть очень даже неплохой экземпляр не сказать что он большой но килограмм наверное 10 будет он мы дальше покажем вот это один из последних секретов уже сейчас он никак не может справиться вот смотрите какой хороший экземпляр но неплохой такой мясистый он какой одна единая мышца как алик говорит его очень тяжело брать но этот довольно так спокойно оказался пасть какая видите потёрся на всех губа красный такой увесистый хороший сомик попался очень довольны но сейчас отец берет вот наверно где-то до груди отцу будет хороший сомик подошел сом в общем приехали выходных и подошел сом что будем показывать процесс сейчас покажу вам центральную уже набираем потихоньку до половины уже она сама хороший средний экземпляры есть вот стоит трояк как будем его поднимать и показывать вам как он подходит он не полный стоит но все равно приятно ну все друзья будем поднимать бочку боковую здесь должен и здесь у нас лежат самый вода прозрачный ой такой бывает самый лечь уже пропадает появляется красноперк сом любит красноперк потому логу красноперк селедки мелкие черные пятна он имеет круглые круглые черные пятна старить как будто этот родинки мерим маленький это тоже маленький тоже маленький вот этот у нас проход проходит проходной и вот такие вот самой вполне себе хороший самый полноразмерный трудно взять сизый и черный вот такой вот такой вот центральный это тоже сейчас центральный бросил это очень голова есть есть маленький давайте мы аккуратно отпустим боковой бочки назад проверим другую боковую центральный осталось работать всего лишь там по тройной неделе вот и постоянно так либо сон приходит либо вообще не приходит можно 5 лет в общем мы ждали 5 лет работал я я работаю сам пять лет вот и и давай этот а вот смотрели короче пять лет короче не было сама в этом году он решил подойти здесь тоже стоит неплохо будет из брызгах не не подожди не могу так вот вам же надо объяснить как поднимать эту почку чтобы рыба может уйти вот видите этот усунок его надо обязательно цеплять вот так вот фиксировать рукой и фиксируешь и поднимаешь это у нас самый да милость пропадает так и должно быть является красноперка линь нет нет и жара в общем будем мерить отбирать очень много мелкую сама вот этот мерный вот этот немерный точно мирно что куда тоже мирный приходит с ним побороться единая мышца блин он как напрягается и возьмешь 1 бочки вот это маленький кидаем красил отмечу назад драйк более-менее чистый сосуд от ада жара накрывает зелень некоторых местах шелковник да вот я вам говорю показывают траву и вот если видите на камеру передает вот этот мошкара непонятная очень но не кусает в общем короче какая-то насекомое пусть и он ну там на камышах вот сидят он там просто тьмой сейчас покажем да кому этот поднимем центральную бочку так друзья это у нас центральная бочка самую тоже Да, и сажан, по-моему, висан, да, был сажан. Вот столько рыбы. Да, он подходит прям, если он полный просто стоит. С одной у трояка такого можно 600 килограмм взять, 800, в общем, приличный раз объем. Просто наперкнуть, длинь маленький, допустим его. Отпустим, да. Сейчас мы отобьем немножко мусор-провочкой, вот так, да, немножко все равно имеется. Да, все равно отбивать надо. Рыбу любят чистые. Чистые секреты. Дно, видите, можно заметить, какое намытое после рыбы. Это вот, где боча стояла. Рыба намывает. Тянули, тянули, да, все. Берем набойник и забиваем. Все, забили. Опять отсортируем рыбу. Сазан сразу мерный. Думать не надо. Вот он такой, мерный. Самый. Вот он. Вот он. Прочнем потягаться. Так, сам. Вот так сам. И, когда балыч не попадает в самы, чтобы он успокоился, надо брать за кулаки вот так вот. Покажу. Кулаками называются вот эти вот плавники. Нижние плавники сама. Вот так вот берете. Вот так. Видите, рыба успокаивается. Полностью. Ну, как бы она успокаивается, стоит спокойно. И балычных самов вот так берут. Так, у нас тоже мерный. Здесь этот сон. Молодец, он. Тоже мерный. Это у нас маленький. Здесь соник. Мерный. И все. Показываем, насекомые. Да. Который мучает нас. Насекомые. Вот они у нас. Сейчас я немножко так тряхну их. Я просто покажу. Вот они у нас. Вот так вот. Вот они, видите, плавают. Летают, точнее. А, поближе. И вот здесь вот. Видите, сколько их здесь? Просто туча. Уйма. И прилипают они все к нам. Так что, друзья, фуф. Смотрите, сколько их здесь. Они не кусаются совсем. Вообще не кусаются. Безобидные. Но, блин, неприятно, что они вокруг тебя кружат. Вот. Прилипает к телу, к голове, к лицу. Ну вот, друзья, давайте еще раз покажу, сколько здесь сама. Центральный люк. На половине. Полный. На половине. Ну, это вполне, в принципе, нормальные объемы для сама. Вот. Как-то вот так вот, друзья. Работать дальше будем. Да. Работать будем дальше. Всем удачи. Всем здоровья. Здоровья. Спасибо. Пишите комментарии. Подписывайтесь на канал. Да. Следите за личной жизнью моей в Инстаграме и Вконтакте. В описании есть ссылки. И также, если все те, кто хотел заказать троеки у нас, ссылки все в описании есть на WhatsApp. Вот. Всем, друзья, пока. Всем пока. Пока. Пока всем.